аниматор среди нас закат он служил за вас чё всем привет я смотрю вам зашла первая часть про армия судя по перевыполненному плану на лайки как и обещал сделал для вас вторую часть и года не прошло ну да да немного запоздал но лучше поздно чем никогда приятного просмотра я уже рассказал достаточно много о моей службе но как по мне мало затронул сам армейский быт что же мы это исправим как было сказано в прошлой части вроде я находился считай только на выходных остальные дни я проводил в столовой но если вы думаете что этого мало чтобы понять что такое армия вы ошибаетесь большинство движников происходило как раз на выходных а именно пхд баня спортивные мероприятия солдатский досуг и так далее пойдем по порядку пхд то есть паркохозяйственный день для тех кто не в теме это день когда во всей части идет уборка совершенно неважно насколько уже чисто в роте до определенного времени вы должны убираться даже если все вылизано до блеска сидите и трите в четвером одну табуретку обычно в этот же день производилась еще и чистка оружия по той же схеме если твой автомат уже можно использовать как зеркало это не должно тебя останавливать пока время не выйдет снова эти автоматы так отслужу и даже не прокачусь ни разу на какой-нибудь военной техники псс чувак ты же в курсе что можешь сделать это не только в армии да и где же в бесплатной онлайн игре war thunder конечно же да ага а с выходом глобального обновления хозяева морей war thunder стал самой масштабной военной игрой да не да да сам посудить теперь абсолютно всем доступны не только танки и самолеты но также флот и вертолеты сражайся в эпических морских баталиях на юрких ракетных катерах или огромных крейсерах подрывай корму противнику торпедами избиваясь зениток самолеты под управлением других игроков теперь каждый может опробовать и вертолеты доступные в сражении с танками и самолетами ну да нехило это не все подчеркни свой стиль ярким скином и наклейками выполняй задания сражайся вместе с друзьями и получай награды а с быстрым матчмейкингом не придется долго ждать начала игры кстати игра идет даже на ноутбуках качай war thunder по ссылке в описании бесплатно и получай крутые бонусы блин мне теперь еще больше на гражданку захотелось идем дальше по списку баня почему душевые комнату на 20 человек назвали баней я так и не понял туда мы ходили раз в неделю там же нам выдавали новое нижнее белье для девушек это возможно прозвучало дико как так меня белье раз в неделю но парням с этим справиться немного полегче ну и конечно же не дай бог в душевой уронить мыло ты сразу становишься объектом насмешек и подколов на весь оставшийся день до тех пор пока оно не упадет еще у кого-то вроде взрослые люди в баню мы должны были приносить свои рыльно мыльные принадлежности рыльно мыльные блин почему-то меня всегда смешило это слово кто не знает она означает принадлежности для умывания то есть выходка мыло полотенце дело в том что их часто воровали и тебе приходится либо воровать в ответ либо клянчить у коптерщика новые ну либо покупать за свой счет и вообще в армии это распространенное явление как говорится тихо спил и ушел называется нашел но доходит до абсурда у меня как-то своровали грязные портянки в которых я уже неделю ходил кому они могли понадобиться ума не приложу добби свободен ну что мы помылись идем дальше а дальше у нас развлечения и спортивные мероприятия про спорт много рассказывать не буду это чаще всего различные эстафеты и марафоны подтягивания и так далее а вот с развлечениями было интересней тут ты никогда не угадаешь либо тебя поведут в кинотеатр да у нас был кинотеатр либо поведут развлекать уборкой снега на плацу причем иногда не знаешь что лучше убираться или сидеть в том кинотеатре до периодически раз в три месяца нам показывали какие-нибудь хорошие художественные фильмы но чаще всего это было либо историческое недокино аля рэн тв либо выступление какого-нибудь не до актера сольного жанра а поспать там особо не удавалось офицеры и старослужащие следили чтобы твои глаза всегда были открыты кстати о старослужащих многие я уверен были недовольны что тема дедовщины в первой части не была раскрыта но дело в том что сейчас она уже не имеет такого веса как раньше по крайней мере в моей части во первых служба идет всего год какая нафиг дедовщина во вторых в моей части с уставом было все строго если факт дедовщины выявлялся там не цаскались сразу всех наказывали несколько человек из моего призыва вообще уехали в дисбат кто-то из них за воровство в столовой все в чем проявлялась дедовщина это попытки старослужащих переложить на тебя свои обязанности но и это не всегда получалось опять же говорю только про свою часть так что сейчас по моему об этом не стоит так переживать ну ладно от плохого перейдем к прекрасному а именно к девушкам да как и в любой части у нас тоже были девушки их конечно не призывали служить только добровольцы это они в основном сидели в штабе но на территории части их частенько можно было встретить предупреждаю сейчас возможно будет немного пошлости а что поделать я хочу поделиться с вами всем так что морал фагом просьба перемотать на конец видео спасибо и так я как здоровый молодой человек лишенный женского внимания на целый год не мог не обращать внимание на наших прекрасных дам и как назло почти все они были молоденькие и симпатичные и настолько молоденькие в большинстве случаев форма им идет есть конечно небольшие исключения но мы их опустим девушкам в армии тоже нелегко представляете какое к ним внимание они там как экспонаты на выставках смотреть можно трогать нельзя чего там таить мне самому иногда снились сны с их участием неприличного характера жалко все портит ранний подъем в 6 утра так что милые дамы вот вам лайфхак как добиться мужского внимания просто идите в армию думаю на этой приятной ноте я и закончу сегодня свою историю вроде бы мне еще есть что рассказать но обещаний по поводу третьей части давать не буду что не мешает вам поставить мне кучу лайков если вам понравилось конечно сегодняшняя мораль даже не знаю не смотрите на сварку без защиты до встречи в следующем ролике пока пока а